РАДИО МИНСК МАЛЕНЬКАЯ КВИЗМА Сжигать мусор, прошлогоднюю траву, да, а каждый год спасатели продолжают выезжать на сотни, а то и тысячи пожаров, которые связаны как раз-таки с этим сезонным палом травы. Это вообще какое-то просто наказание, этот сезонный пал травы. Сколько раз напоминают, вот никак люди не могут запомнить. Ну вот Минское городское управление МЧС напоминает, что в Беларуси выжигание сухой растительности запрещено законом, а виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин. А это, между прочим, от 300, там, сколько, 50, аж до 3000, друзья, ну это действительно. Мне кажется, что от маленькой спички может быть большая беда не только для вас и соседей, но еще и, конечно, штраф можно получить. А если вдруг вы сами стали свидетелем вот горящей травы, да, то не проходите мимо. И если сами не можете потушить пожар своими силами, то сообщайте о возгораниях в МЧС по номеру 101 или 112. Но в МЧС не только наказывают, но и дарят подарки людям, которые соблюдают вот эти простые правила пожарной безопасности. И вот сегодня в нашем утреннем розыгрыше мы будем дарить подарки от Минского городского управления МЧС. Друзья, я скажу сразу, это не просто вам тут кружка, фляжка. Мы с Сашей распаковали вот этот самый пакет брендированный. Саша сказал мне, я сказала нет, слушателям. Здесь столько единиц, во-первых, полезной литературы. Посчитала лично 13 разных книг полезных. Причем это не просто книги, там, памятки. Это раскраски для детей, это какие-то интересные журналы детские. Все настолько ярко и красочно. И все связано с безопасностью. А для взрослых здесь, во-первых, очень важная в хозяйстве вещь, это автономный пожарный извещатель. Причем с батарейками. Не так, как в магазине. Знаешь, продаешь что-нибудь, а батарейки в комплект. Здесь входят и батарейки в комплект. Здесь есть брендированная кружка с логотипом от МЧС. Удобная для чая-кофе. Здесь есть такая игрушка антистресс. Пожалуйста, нервничайте. Вот, с соседями не поругайтесь. Здесь есть, что у нас еще? Фликер. И домино. Друзья, домино. В дороге, дома, везде можно будет поиграть. Вот такой огромный подарок. Лучше, чем палы травы устраивать, лучше поиграть в домино. Вот. Поэтому все это сегодня достанется тому, кто окажется победителем нашего розыгрыша. Сначала маленькая, а после и большой квизмы. Сейчас слушаем отрывочек из одного известного фильма. Ждем от вас название этой кинокартины. Присылать их нужно к нам сюда в студию. Короткий номер 9240. В виде смс-сообщений можно отправлять свои правильные ответы. А также номер в вайбер и телеграмм 7158472. Слушаем внимательно. Ваша задача писать быстренько сообщение. Ну, а мы будем наблюдать, кто же окажется первым. Это что такое? Кран. Дурако ясно, что кран. Какой кран? Чтоб поливать. Чтоб поливать. ПК. Поливочный кран. А что течет из этого ПК? Вода. Ясно, что не пиво. Стройка воды толщиной в одну спичку дает утечку 200 литров в сутки. Вот такая полезная информация. Об этом точно знают работники МЧС. Да, и чрезвычайная ситуация. В общем, что за фильм такой вам был только что продемонстрирован в виде звукового отрезчика. Его название ждем от вас. Короткий номер 9240. И номер Вайбера и Телеграм 7158472. Итак, накануна с подарки от МЧС полезные и нужные. Ну, и есть слушатель, который претендует на их получение. Александр, доброе утро. Доброе утро. Александр, смотрите, я вот по вашей аватарке в Вайбере, вы там отвечали, понял, что вы наверняка любите путешествовать и ходить в походы. Да, есть такое. И есть такое. А когда вот костер разжигаете, вы прям все делаете согласно технике безопасности? Ну да, все именно так. Отлично. Александр, давайте еще раз послушаем кусочек кинофильма. Вы скажете, откуда он, и продолжим с вами играть, хорошо? Да. Давайте. Это что такое? Кран. Дураково ясно, что кран? Какой кран? Чтоб поливать. Чтоб поливать. ПК, поливочный кран. А что течет из этого ПК? Вода. Ясно, что не пиво. Стройка воды толщиной в одну спичку дает утечку 200 литров в сутки. Итак, Александр, как называется этот фильм? Ну, это фильм о фоне. Абсолютно верно. Конечно, известный всем, да. Три вопроса у нас есть для вас дальше. Будем разговаривать по технику безопасности. И вот, Александр, если с двумя из них справляетесь, то подарки от МЧС ваши. Вы готовы? Да, готов. Ну, за такое количество подарков полезных надо, конечно, побороться. Ну, давайте. Первый вопрос разминочный. Вот согласно правилам Министерства по чрезвычайным ситуациям... И правилам здравого смысла тоже. Чем нельзя тушить загоревшиеся электроприборы? Уже отвечать, да? Да. Ну, это вода, скорее всего. Конечно. Абсолютно верно. Водой их тушить точно не нужно. Александр, первый вопрос взяли. Вопрос второй. И он будет связан с пожарной безопасностью. Знаете, вот лесные, степные пожары, это явление очень опасное. Поэтому спасатели борются с ними различными способами. И среди них есть довольно необычный, но самый эффективный. Как он называется? Три варианта. Это встречный пал. Это направленный взрыв. Или это пионерский подход? Последний подход интересный, конечно. Но это первый вариант. Это встречный. Встречный пал. Абсолютно верно. Способ тушения лесных и степных пожаров, при котором навстречу огню пускают новый огонь, чтобы вот он сжег горючие материалы на пути основной стены огня. Александр, поздравляю. Два вопроса вы взяли. Подарки от МЧС уже ваши. И сегодня еще предлагаем сыграть третий вопрос, чтобы вы были сегодня прям знатоком техники пожарной безопасности. Давайте. Да, все, готово. Ну и тем более, я думаю, полезно будет и остальным тоже узнать. У нас такой вопрос. Как всегда, правда, или мы выдумали с Сашей здесь кое-что. Но есть такой факт, что канистра с бензином является более безопасным предметом, чем канистра пустая, в которой этот самый бензин когда-то хранили. Верите вы в это или нет? То есть канистра полненькая, она считается более безопасной, чем канистра пустая, но в которой когда-то хранился бензин. Правда или мы придумали? Ну, мне кажется, что 50 на 50. Из-за да, из-за нет. Ну, а к чему больше душа лежит? Нет, мне кажется, с одной стороны там бензин, а с другой стороны там остатки этого. Так, и соответственно... А вы же помните, что горит вообще у бензина? Почему он загорается? Значит, правильный будет ответ, что она менее, более безопасная. Абсолютно верно. Канистра с бензином является более безопасным предметом, потому что в пустой канистре, с точки зрения возможности воспламенения, образуются пары бензина и воздуха, и вот они горят гораздо лучше, чем если бы канистра была полностью с бензином. Поэтому теперь, Александр, не сомневайтесь в том, что это действительно такой факт, он правильный, ну и все остальные слушатели тоже будут об этом знать. Ну, а мы вас поздравляем. Сейчас вне эфира расскажем, как забрать свои подарки.